Мы уезжаем из города Пушкин и направляемся по платной дороге на Москву. Едем домой. Осталось 710 километров. У нас первая остановка. Проехали 200 километров. Примерно 2 часа пути. Мы решили каждые 200 километров и 2 часа останавливаться. Немножко разминать руки, ноги, голову. Ну и покормить немножко Аллу. Алла, она очень голодная. Она каждые 2 часа хочет есть. И тут уже ничего не поделаешь. Я давно заметил, маленькие собачки кушают больше больших. Хорошего вам дня и всего самого доброго. А мы перекусим и дальше ехать. Подошло к концу наше путешествие. Путешествовали мы 2 недели. Проехали, Володь, 3000 километров, да? Ну, с учетом тех 500, которые нам предстоит до дома проехать. В планах у нас была только Псковская область. Мы многие места... Псковская область, и главное, у нас был день рождения Александра Сергеевича Пушкина. И у нас были друзья, которые помогли нам с Мусей. Неделю они у нас были, потом уехали. И мы уже хотели возвращаться. Но нашлись другие друзья, наши дети, которые приехали и тоже решили отдохнуть у нас на даче, в нашем доме. Поэтому мы поехали дальше и оказались, конечно, в Санкт-Петербурге. И это для нас было просто десертом, можно сказать. Потому что Санкт-Петербург пропустить было невозможно. Мы долго с Володей спорили. Он хотел в Карелии. А я хотела, ну, как вы понимаете, по музеям, по дворцам. Походить по Невскому проспекту. Посмотрите, кто победил. Кто победил. Ну, в общем, нет. Для тебя тоже была Репина, Комарова. Природа была. Природа везде у нас была. Были и острова, и озера, и катера. В общем, замечательное путешествие. Мы рады, что его осуществили. И взяли в наше путешествие всех вас. Я думаю, всем понравились Володины репортажи. Он замечательно снимает. Видит все прекрасное. И ночами монтирует. И ночами монтирует, да. Осталось еще несколько фильмов. Давай перечислим. Фильмы, которые еще не смонтированы. Это Екатериновский парк. Дворец у меня снят год назад, поэтому мы туда решили не ходить. Это будет фильм отдельный Павловский парк и отдельный Павловский дворец. Может быть, их совмещу, а может быть, отдельно. Потому что все же это разные фильмы о разном. Ну, наверное, все, да. Ну и дорога домой, встреча с Мусей. Это, как всегда, финальная, заключительная, приятная часть нашего путешествия. Все нас спрашивают, сколько у вас стоило это путешествие. Потому что всех это интересует. Путешествие на двоих. На две недели стоило 90 тысяч нам. Обошлось. Ну, приблизительно. Про все, с платной дорогой, с бензином, с питанием и так далее. И не две недели, а 15 дней у нас. 15 дней, да. И эту сумму можно уменьшить и значительно. Мы делали себе, конечно, много приятного, потому что у нас были определенные даты. И мы, конечно, заходили в рестораны. В рестораны можно не заходить. В Санкт-Петербурге и в его окрестностях питаться можно дешево. В Питере мы питались столовой. Мы ее проверили. Очень все вкусно. На двоих у нас уходило где-то тысячу рублей. Ну, это максимум. Это, да. Это я брала себе пирожное. Да, я бутылочек пила. В общем, все было очень хорошо. Поэтому рекомендуем путешествие. Путешествовать можно на любой кошелек. Можно и экономно. Как мы раньше тоже с Володей себе позволяли. Машина – это не экономия. Когда едешь вдвоем, много раз рассчитано, просчитано. А когда едешь вдвоем, машина – это не экономия. Это примерно то же самое, что ехать на поезде. Экономия начинается с трех-четырех человек в машине. Вот тогда экономно. Поэтому можно путешествовать и на самолете. Сейчас цена на самолет. В принципе, можно поймать очень хорошие цены. Иногда даже получается дешевле, чем на поезде. Но учитывая то, что сейчас белые ночи, конечно, нужно было бы покупать билеты заранее. Конечно, заранее. Потому что огромное количество людей гуляет по Санкт-Петербургу. Огромное. Кстати, это было одним из поводов, что Алла согласилась со мной. А не потому, что она согласилась со мной. А согласилась со мной, потому что много людей. Мы поехали в курортный район Санкт-Петербурга. И там, конечно же, хорошо отдохнули на берегу Финского залива. Поэтому продолжайте путешествовать вместе с нами. У нас еще впереди много, надеюсь... Планов. Планов. Планов много. Планов много, да. Не забудьте подписаться на телеграм-канал, кто еще не подписался. Там в режиме онлайн. Благодаря этому телеграм-каналу очень многие наши зрители нас, так скажем, поймали. Отловили в процессе нашего путешествия. И говорили, а мы знали, что вы сейчас здесь будете. И вот мы тут стоим, и вас мы поймали. Мы с удовольствием пообщались с нашими друзьями-друзьями канала. Не все друзья канала, с кем мы встречались, попали в наши фильмы. Не все этого пожелали. Некоторые сказали, нам достаточно просто с вами поговорить, пообщаться, посидеть, чай попить. И сниматься отказались. Но у всех бывают разные причины. Вот, поэтому три, еще три встречи у нас не попали в кино. А так в основном практически ежедневно мы с кем-то встречались. И это здорово. Поэтому сейчас туризм в России развивается. И это здорово. Народ путешествует. Молодежь путешествует. Пенсионеры путешествуют. Потому что много берут экскурсий разных. Мы это сами видели. Практически везде есть скидки для пенсионеров. Практически везде. Что еще можем сказать? В Питере, ну во всех городах сейчас берется курортный сбор. Не во всех, а в... Ну в крупных городах. В Енградской области. Берется курортный сбор. 100 рублей. 100 рублей. Оказывается, пенсионеров тоже берут. Да, если кто знает информацию точнее, напишите, пожалуйста. Хоть мы показывали пенсионное удостоверение, но с нас все равно брали по 100 рублей. Ну а есть льготы для многозетных, для участников войны и так далее. То есть льготы есть. Всего вам доброго. Не уходите далеко. Далеко. Все будет хорошо. Продолжение следует... Какой кофе вы мне приготовите? Кофе итальянское. Итальянское. Так, замечательно. Что будет у нас кофе? Итальянское печенье? Итальяна пить. Банану ты съел на той. Я съел? Мне только шкурки достались. О, я уже чувствую запах кофе. Все машины останавливаются возле нас, тоже хотят кофе. Но мы не дадим. Дадим, дадим. Дадим. Ну ладно, дадим всем. Мы на заправке в Лукойл. Здесь есть небольшая детская площадка для детей и их родителей. Володя, почему так бывает? Как из Питера возвращается? Попадаем в Лирий. Это Санкт-Петербург. Мачит. Какой вот Лирий. А так по всему пути все-таки нам повезло с погодой. Или шел ночью, или вот как-то вскоре совсем немножко. А так по всему пути все-таки нам повезло. Какой-то порой-то везде, так и получил лицо. А так по всему пути все-таки нам повезло. Муча и быстрее. Компадем. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова